Динамо Больше 100% моментов в первом тайме не было, однако болельщики нашли чем себя занять. Торпедовцы танцевали, их такой расклад вполне устраивал. Известные тренеры с кем-то беседовали, лично и по телефону. Кто-то ушел в себя, кто-то просто спал. Газон с подогревом – мечта каждой милицейской собаки. Такой футбол утомил даже главного арбитра – Игоря Захарова. Он не только ничего не добавил к первой половине, но и отправил команды на перерыв еще за 5 секунд до конца основного времени. Правильно, пусть подумают над своим поведением. Мера подействовала во втором тайме, игра действительно оживилась. Примечательно, что только во второй половине игры Захаров заметил, что торпедовец Флореску бегает по полю в сережках. Он бы ему просил даже накрашенные губы, но сережки – это перебор. Меж тем, бояринцев по мере сил начал обострять ситуацию на своем правом фланге. Если первый его навес мастерски не реализовал Ковенаги, то во второй раз Павлюченко был точен. Получилось даже красиво головой, да еще и в падении. Впрочем, следующий момент у Романа не удался. Спартаковцы выходили большими силами к штрафной торпеды, но нападающий сборной России изящно разрядил обстановку. Красно-белые давили все сильнее и сильнее. Торпедовцам нужно было срочно делать замены, но на скамейке у черно-белых сейчас много свободных мест и упускать приходится 18-летних дублеров. К сожалению, у нас не такой большой выбор игроков, когда мы можем безболезненно именять одного, двух, трех и так далее. Хотя Соколов сегодня вышел и как минимум не испортил. Молодой парень, что от него ожидать было, конечно, сложно. Предвидеть, вернее, как он будет играть. Дай Бог, что и дальше будет так выходить. Не знаю, на мой взгляд, у нас еще были слабые позиции, тоже можно было менять кого-то из игроков. Ну, что сделано, то сделано. В таких тяжелых условиях не приходится говорить о серьезной комбинационной игре. Вся надежда была на дальние удары. На этой ниве снискал успех Сергей Будылин. Первый раз, когда он попал в перекладину, повезло Спартаку. Второй раз, когда он не попал в перекладину, повезло уже Будылину. Ну да, без доли везения, конечно, не обошлось. Если честно, делал навес туда, в район шрафной, ближе к нашему нападающему. Ну, хорошо, что отвалилось. Не повезло в начале, когда попал в перекладину, повезло в конце. А было это на 89-й минуте игры. Для черно-белых 10-ая ничья в сезоне – почти победа. Для Спартака 11-ая – почти поражение. Почти что без голевых моментов. И многие игроки сыграли очень слабо. А что касается второго тайма, то здесь уже мы играли на других. Вы посмотрите, и скорости были, и контратаки хорошие, и моменты. Ну, видите, как судьба сложилась. Пропустили гол из-за ошибки. Потеряли два золотых очка. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...